научных достижений. Также можно найти обзоры, рецензии, а еще у них есть розовая, уточка. Вот, фишка в том, что Shazoo сам безвозмездно пишет у нас самые клевые новости. Я дико радуюсь еще также, когда читаю их, потому что они очень хорошо пишут, поэтому советую очень зайти на их сайт. Также у нас есть другие партнеры под стримом, вы можете увидеть также текст к этим партнерам. Там есть также партнеры, у которых еще представляют скидки на определенные вещи в своем магазине во время марафона по промо-коду. Поэтому советую обязательно посмотреть. Если вы будете смотреть, проверять, сходить туда, мы будем очень рады, потому что помогать не только нам, но и также партнеры видят, что есть отдача. Потому что если бы не было партнеров, то я бы уже, наверное, третий год, получается, в минус все проводил. Сейчас хотя бы первый год, где есть хотя бы немножко плюсов. Все верно, местный спайк виджит, это Егор. И напоминаю, что сейчас будет Titanfall 2, а после этого у нас будет Diablo 2, и до марафона осталось не так уж много. Единственное, что мы пережили сейчас, это самое жесткое, наверное, это Final Fantasy на 8 часов. Поэтому этот день казался таким коротким. А, но тем не менее, нам не так уж много двигаться осталось. Я думаю, после этого будете просить еще. Так что, как я resist? $5.01 получил от Старолк, который сказал, Great marathon so far. Я wish I got to see more of it, but work got in the way. Если он говорит мне право, я буду продолжать мне право, я буду продолжать с $5.02. Я надеюсь, что я смогу получить этот дубль. Я надеюсь, что я смогу получить этот дубль. И тут момент, которого так ждали. Titanfall 2 начинается прямо сейчас. Angry Albino будет спидрайнить. Я надеюсь, что комментирует ГУДЦВК Кустус, и я буду на подхвате. Потому что я сам играл в эту игру, и очень хочу это увидеть. Итак, это очень-очень-очень быстрая игра. Ну, по-другому, что есть пара кассенку даже без них. Бывшие респауны... ой, Infinity Ward. Без них никуда они уйдут. И мы начинаем. Начинаем, понятное дело, с обучающей миссии. Пока еще не обучающей миссии. Рано. Сейчас рассказываю больше о механике, какие у нас есть для передвижения быстро. У нас есть бегание по стенам, у нас есть двойный прыжок. Тут также есть некое подобие Банни Хопа, который вы видели в некоторых играх. Вы увидите, мы будем много разных техник использовать. Даже дамаж Буз будет, по-моему, если память не изменяет. Я скажу больше, это не подобие Банни Хопа, а тот самый Банни Хоп, потому что второй Титан Фолл сделан на движке Source, который и был отцом Банни Хоупу в его классической версии. Вот сейчас можно увидеть демонстрацию классического Банни Хопа. Мы разгоняемся от первой балки, прыгаем, и в самом конце прыжка прожимаем присед. Да? Задержим на контрол. Все верно. Для того, чтобы делать подкат. Вот. И подкат в этой игре... Эта игра любит, что вы двигаетесь, хочет, чтобы вы двигались быстро, двигались здесь, но и в онлайне, и поэтому подкат особо не тормозит вас при передвижении, но подкат также служит и приседанием, так что это очень клево. Я могу ошибаться, но, по-моему, вы не правы насчет приседания. Приседание, по-моему, всегда включено, и главное, последнее впредь падение, нажать прыжок. Нет, там в настройках можно выбрать, удерживать присед или нажимать один раз. Ну, раннер удерживает. По удержанию или по... Нет, по-моему, раннер как раз-таки... На VR раннер он удерживает точно. Конечно. Он удерживает, не включает, выключает, чтобы не тратить нажатие кнопок. А вот и дамаж буса, о котором я говорил. Держим гранатку, подзрываемся на ней и ускоряемся. Все достаточно просто, и получаем очень много скорости. По-моему, вот этот уровень, один из самых популярных в Titanfall 2 для спидран, потому что тут есть даже встроенный таймер, как говорится. И мы сейчас перезапустим, кстати, сразу же вот это соревнование, чтобы пропустить пару разговоров с капитаном. Кстати говоря, Infinity Ward вообще очень любят обучающие уровни с таймерами и оформлять их как полигоны. Второй Modern Warfare, третий Modern Warfare, первый... Они еще делали. В первом Titanfallе тоже что-то подобное было. Я был, кстати, удивлен, насколько хорошо было сделано одиночек в Titanfall 2. Я получил удовольствие, играя в эту игру, расслабившись в него. Первый миссия, значит, про Северного Первого Титана мы не увидим. Да, потому что тут будет много разговоров, и будет просто, грубо говоря, переразговаривать на тему, что «О, молодец, солдат, а в дворозовую война!» Ну, это же война, точно. Ну, по сюжету все достаточно просто. Он сырный, как для невозможницы выиграть из-за самого обычного пехотинца, который попадает в войну, но потом он станет кое-ким особенным. Соответственно, воюют большая межзвездная корпорация, IMC, Interstellar Mining Corporation, и повстанцы, которым корпорация не нравится. Соответственно, абсолютное большинство титанов у повстанцев были украдены у той же самой IMC, и единственный первый титан, которого повстанцы создали сами, мы будем управлять им на протяжении всей игры. Да, но пока у нас его нет, и получим мы его после кое-какого события в игре. Да, вторая миссия называется BT-7274, это как называется наш Титан, и на этой планете есть... Да, в общем, короче, мы когда... Хоть мы идем в нападение, как говорится, наш корабль подзрывает немножечко... Потом корабль себя не очень хорошо чувствует. Чувствую, прям как я, наверное. Прямо сейчас. А пуши... Корабль падает на землю после этого. Мне что-то кажется, что в этой игре я стала черпать в свое время чуть больше от HAL, чем от... этого... Call of Duty, да, да. Мне кажется, это бы никого раннера только что сказал, что на бэкграунде мы видим ту локацию, куда нам нужно прийти в конце игры. Переземлились. Не самое удачное переземление, но... Да. Другому никак, потому что она заскриптована, по самой не могу. Да, кстати, это вот Дикно пытает начало HALODAVST, между прочим. Вы тоже не очень удачно высаживаетесь. Пока читает пожертвования. О каких еще механиках в игре мы хотим поговорить, кроме быстрого передвижения. Есть ли у нас механики идейте, ребят? Поем быстрого передвижения? Да. А больше нам особо ничего и не понадобится. В какой-то момент, по-моему, появится крюк-кошка, который тоже будет использоваться для ускоренного передвижения. Стрелять мы практически не будем, потому что не слишком нужно. Существуют тактики для быстрого убийства некоторых боссов. Практически все они сидят в Титанах. Да, кстати, мы только что пробежали триггер, где должен был упасть наглого, почти наглого персонажа. Один из дроп-кодов, но вот мы так быстро проскочили, что он упал где-то за нами. Но если мы замешкались, мы, кстати, нас прибили. И сейчас пятиминутная катсцена. Да, мы будем знакомиться с BT, Титаном, и его пилотом. Пилоты особые чуваки, у которых улучшены, как люди. Короче, я буду разговаривать языком хала. Это спартанцы местные, и у них есть роботы, потому что они особенные. Скорее, псионики, потому что, как я понял, связь пилота и его Титана идет на ментальном уровне. Ну да. То есть нужно подключать свой мозг к искусственному интеллекту Титана. Там не мозг, по-моему, сколько, а, по-моему, там чуть ли не нервная система вся подходит. Там все проживляется как-то очень хитро. Ой, точнее, не сам мозг, а, по-моему, там чуть ли не спиной мозг это все входит. Потому что какие-то чипы и так далее, там какие-то... я вообще-то сходу не вспомню, наверное. Что-то вроде уважительного кивка в сторону Тихоокеанского рубежа. Ну, наверное, да. Там было двое. Заодно встречаемся с главными боссами игры. Alpha Predators. Да. Да, кстати, дубляж в игре вышел так себе, к сожалению, в этой игре. И Origin не дает возможности переключить на английский язык, что очень обидно. Я успел прочитать в чате вопрос про то, что такое любой процент. Любой процент, это значит, что вам нужно дойти до титров и до конца игры любым способом. Исключая читы, конечно же. В том смысле, что не нужно подбирать все секреты, убивать абсолютно все уровни, зачищать уровни. Главное добраться до конца. В отличие от 100%, которое предполагает под собой полное завершение игры. Ну вот, CBT-7274. Итак, парень сейчас собирается умереть. Хорошо, что он собирается умереть, потому что он очень много говорит, на самом деле, нам не надо этого. Да, вот как они изначально, ну, сейчас как они говорят, мы уже об этом поговорили, что Купер это ваше пушечное мясо, это мелита, это которая выкидывает первые на планету с криками орея в атаку, они врываются и умирают дружно за дело. А вот этот парень, который управлял BT, он должен передать обычное управление Титаном, как следующему пилоту, который, ну, есть в системе. Но так как у него нет возможности не связаться с системой, ничего, единственное, кто рядом есть, наш товарищ Мелита, или пехотинец, или пушечное мясо, называйте как хотите, ну, или Купер, то права он решает передать ему. Я увидел еще один вопрос интересный. Как определяется конец игры? Скорее всего, это комьюнити определяет конец, и оно зависит от того, где вы теряете управление, или ваше управление теряет смысл, что вы входите в какую-то кат-сцену, или автоскроллер, который ни на что не влияет. То есть, скорее всего, после того момента, где раннер выключает таймер, идет какая-то кат-сцена, после которой идет титры. И вот мы наконец-то заканчиваем с автоскроллерами и кат-сценами и переходим к собственным спидранам, на часах уже 10 минут. Да, шотган, кстати, очень важен для этой миссии. Ой, извините. В общем, шотганы в этом мире это почти автоматы, они очень быстро стреляют, но и у них очень много силы. И пока не наверное бегли, сразу скажу сейчас, я думаю, еще потом скажу это в конце, Тант Топ Фолл 2 очень клевая игра, разработчики игры очень клевые. Если вы хотите поиграть в очень хорошую игру, купите Тант Топ Фолл 2, разработчики бесплатно выпускают для нее DLC, бесплатно делают контент каждый месяц. Ну, не каждый месяц, может быть, там месяц, иногда раз в два месяца, но в любом случае они делают все бесплатно, и из-за того, что я их релизнули в очень кривое, окно между Баттл Филд 1 и новой Call of Duty, поэтому Титан Фолл 2 не очень пролетел под радарами очень многих людей, и я могу сказать, что как онлайн-шутер и как вообще игра, она очень хороша. Ну, мультиплеер тоже неплох. Ну, я про что и говорю, именно мультиплеер, в первую очередь. Он больше подойдет любителям Квейка, чем любителям Counter-Strike, потому что в сверхточной стрельбе тут предпочитается быстрое передвижение. Да, то можно стрелять от бедра почти постоянно, но реально это очень круто чувствуется, когда вы там пролетаете на полной скорости, там сносите одного врага, другого убиваете, пока летите на крике кошки. Очень клево. Вся суть уровня состоит в том, чтобы собрать три аккумулятора для своего Титана, для BT. Чтобы можно было его подзарядить и начать двигаться. Потому что на своих двоих далеко не уйти. это, кстати, та реклама, которую за нам не заплатили, кстати. Потому что это реально хорошая игра, где мало людей играют. Ребят, купить Титан Фолл на крутой. Значит это будет сложный прыжок, который скипает очень большую часть уровня. Кстати, в Титан Фолл 2 очень небольшое добавление. Даже есть клан под названием Голден Сплит. Можете зайти и присоединиться к нему. Можно строим вылазки вместе с всем Голден Сплитом. Так, есть ли у нас эти скипы в игре? Пока мы не получили кое-какие предметы. Ну вот, мы только что скипнули реку. Реку, да. Да, практически все скипы в игре завязаны на использовании геометрии уровня, на использовании ошибок где-то в левел-дизайне, где-то возможно специально оставили для таких, как мы. Ну да. Вообще разработчики сделали хороший левел-дизайн. Я не знаю, я только в одном месте реально именно потерялся чуть-чуть, потому что мне не особо понадобится идти, это в городе был мне не очень понятный дизайн в двух моментах. А так, в принципе, игра полностью хорошо сделана в плане того, чтобы передвигаться по нему. Все уровни в игре сделаны так, чтобы передвигаться по ним быстро и задерживаться только там, где надо разработчикам для продвижения сюжета вперед. Большинство уровней вам вообще не нужно убивать противников, просто бежим, берем то, что нам нужно по квесту. не будет особо интересно посмотреть на уровень полуавтоскроллера, где вы на платформе катаетесь, где дом собирает, мне вот интересно, там можно ли, будет ли там скипать что-то. В любом будет скипать, когда будет карабкаться по стене, но будет ли скипать в саму платформу, где это очень интересно. Кажется, там будет... Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Вот да, давайте спойлеров. Как вы видите, кстати, мы сейчас еще периодически общаемся с нашим роботом, появляется вариант ответа, можете просто общаться с ним, и он, когда вас спрашивает вопросы разные, в общем, настраивайте связь с роботом, BT, он, кстати, постоянно говорит в вашей голове. И также, пока вы бежали, возможно, заметили вы или нет, там было на скале синее свечение, был один из шлемов, в общем, их можно собирать на протяжении всей игры. Игром не сильно пинет дыхала, потому что в халл были черепа. Но тут, блин, слишком много еще такого пловдючного пью-пью, поэтому хочется бы они все-таки чуть больше своего стиля добавили разработчики. трон Джеволта донесил пять долларов в битаке. трон, эй, трон. Он знал, что было в последней сцены. 18 часов, 18 часов, до того, что этот сцены закончили. Так, хайп, мои ребята наконец-то везде бегают в Титанфол в бомб-джам. Времени у нас читают донаты, пока мы залезаем в своего нового робота. Есть у нас какие-нибудь техники для роботов? По-моему, нет. К тому же, большая часть игры все равно проходится на двух ногах пилота, а не робота. Будут специальные эскипы для того, чтобы побыстрее добраться до робота, связанные с тем, чтобы в него мы поскорее забраться. Это очень интересный момент, потому что сама игра рассчитана на то, чтобы как можно больше находиться ровно, чтобы чувствовать себя вот этим суперсильным парнем, который сидит в мехе и взрывает людей, давит их и других Титанов, поэтому вас специально разделяет на титаном, и вы хотите как можно быстрее до него добраться. Здесь же мы, наоборот, не хотим сидеть в Титане и как можно быстрее летать. обучающий уровень продолжается, учимся теперь использовать Титана для его возможностей. Практически полностью заскриптон, зависит только от того, насколько быстро мы убиваем всех врагов. И, наконец-то, начинаем, продолжаем движение. Ран начался, ура! Туториал закончен, можно поиграть. И сразу же первая схватка с вражеским Титаном. Тактика состоит в том, чтобы кинуть под себя дымовую гранату для того, чтобы применить урон с течением времени. Он же тот, damage over time. И банально расстрелять. Его еще можно блочить, чтобы он не вышел из этого дына. Отвечая на вопрос с чата, Диабло, по-моему, будет на Ассасинке, не на Некроманте. Да, нормал Ассасин. Как говорит нам комментатор, это второй и самый сложный уровень игры сейчас будет. Потому что в начале у вас есть BT, и то ли он бросит нас, то ли наоборот. В начале мы будем просто бежать очень много на Титане, и мы расслабимся немножко, а потом мы бежим до момента, где он будет вылезать из Титана. Оптимальное движение для Титана, как нам говорит комментатор, это мы хотим постоянно иметь Титан буст, мы всегда один хотим. Вот, у нас внизу дополняется полосочка, когда мы заполняем, мы можем использовать у ворот, обычно используем для того, чтобы доджить, но мы используем для того, чтобы скоряться. Но быстрее двигаться вперед. Конечно. Но мы никогда не хотим использовать сразу два, кроме вообще самых маленьких моментов. самых безнадежных случаев совсем окружат. Здесь, к счастью, нет железного счетчика здоровья. Опять же, наверное, можно считать фирменной расписью Infinity Ward, которые, по-моему, первые придумали такую систему. Какую мы систему? С регенерацией здоровья. А, да, да, да. Та самая система, которую все хают, потому что, ну как это работало? Мне почему нравилось, кстати, в свое время хала, потому что там была история про то, что у вас есть хп, а есть щит. Щит, как бы, его сбивали, он останавливался, а у вас было пару выстрелов на хп. И там это объяснялось, ну когда вас всаживают миллионы там пуль, вы как будто их поглощаете, вот, а потом такие, ну, я посижу в этом угле, поковыряю своих ранах, может быть, чуваки уровень, не станет полегче. Это было не очень хорошо. Конечно, мне кажется, недоработка есть из объяснений. Такие установлены хп. Неплохо, пролетаем секцию с канализацией. Это канал снайпера. Точная игра хочет, чтобы мы подобрали снайперку и начали вау, вот это скип. Начали их отстреливать, но мы просто где-то продэшимся, где-то пропрыгаем через стену и пропустим достаточно большой секцией уровня. Уровень, если они пад не заменяют, в них особо нет никаких невидимых стен, чтобы тормозить ваше передвижение по уровню. В принципе, вы можете его следовать, пока у вас есть желание. Ну и сам уровень. И рассказывает нам комментатор, что раскрытие по этому туннелю в разы сложнее, чем кажется, потому что вы можете врезаться в стены, вы можете врезаться в бочки при повороте и также врезаться врага. И тайминг вообще на поворотах и на передвижении там очень сложный. Кстати говоря, банихопить с поворотами в разы сложнее, чем банихопить по прямой, потому что повернув мышь слишком резко или не довернув ее, но нажав на стрейф, можно потерять достаточно большой... достаточно сильно потерять скорость. Это не то, что нам нужно. сейчас будет так называемый слетч-скип, который самый большой скип в игре, как говорит Райндер. Мы видим нашего робота БТ за решеткой. Здесь будет... Должна быть достаточно большая драка с несколькими волнами врагов и мы полностью ее пропустим. Мы нажали кнопочку через... Набираем ускорение и через стены и трубы пропрыгиваем сразу к своему роботу. Найс. Пускаем эту сетку, залазим в робота и идем дальше. Ты немножко остаешь, значит. Рассказывают, что если вы заслезете в робота слишком рано, допустим, он не закончен говорить, то вы крашнетесь в главный меню, потому что не надо так делать. Быстро. Да, и самая большая проблема будет, если БТ отойдет, а от стены вы прибежите к ним слишком медленно и тогда вы потеряете очень много времени. первой серьезный бойс-файт в нашей игре. Кейн. Это Титан, против которого мы сражаемся. его зовут Титана, если честно не забыл. Они подобрали пушку на Тона, которую они сейчас используют. Как же зовут Титана, против которого мы сражаемся? У каждой Титаны есть уникальное имя в игре. Кстати, это было достаточно быстро битв с Кейном. Это было хорошо. Да, кстати говоря, во время этой драки мы использовали быструю смену лоудаутов. Это помогло нам быстрее перезаряжать наше оружие, наши способности на одной из выкладок для своего Титана. Это помогло нам победить Кейна быстрее. Скорчего зовут. Все. Титан, которых вы видите, они все есть в онлайне и можете их использовать. Найс. Джулиан донатил 200 долларов и просто оставил сердце. Спасибо. Также Метро донатил 20 долларов и сказал, я ввел и посмотрел на время, чтобы увидеть, что я смогу сделать до Супер Хат, но когда я приехал, я закончил. так что я решил оставить на Титана 2. Не запомнил. Хорошо, счастливый, чтобы получить подсадку, буквально, так что, привет, Метро. Удивительная интеракция. Мы имеем около 10$ от Лис, который говорит, что ты убил Марвина, ты лучше. Я убил Марвина, я. Лиск донатит за ними, который сидит, его не видно, правда. В чате вопросы про сложность. Так как это Any, значит, мы можем любым методом добраться до конца, следовательно, Райнер выбирает самый легкий уровень сложности. Следующий уровень разделен на три части, и весь уровень очень богат на скипы, потому что он так задизайнен. Будем очень много использовать бусты. Будут несколько скипов с помощью еще более быстрого передвижения, чем Банни Хобб. Потому что нас будут... Уровень, по сути, будет сам нас подсаживать, чтобы мы использовали скипы. Говорят о том, что пока в объекте Титании будут появляться более сложные враги, люди, потому что... И роботы, потому что они будут с способностями специальными. Либо там призыва дронов, там с ракетницами и так далее. Да, мы, кстати, получили сейчас оружие Скорча. Каждый раз, когда вы выбираете в этой игре новое оружие для Титана, у вас появляется новый набор способностей, и вы можете их менять на ходу. Вот, и это прикольно, потому что это знакомство со всеми видами Титанов. Потом уже в онлайн игре вы можете выбрать одного Титана, одного вида, который вам больше всего нравится, и использовать его. У Скорча есть напалм, есть огненный щит, который дамажит. И также есть... В общем, есть три разных вида напалма. Есть банка, которую можно поджечь, есть в оружии, и есть еще ульта, когда вы устраиваете там полный Hellfire. Я по земле. У нас остался один триггер до следующего уровня. Нужно активировать лифт и вернуться к BT. Сразу прыгаем на лифт. Активируем триггер и падаем вниз. Потому что лифт едет медленно. Да, когда вы нажмите кнопку, нет такой вещи... Да. Когда вас убивают, вы активируете какую-то вещь, важно для перехода в следующую локацию. Ну, то есть игра начинает темнеть, и то у вас сочетает колечко, как Kill Plane. Обычно, когда вы падаете на определенное количество расстояния вниз, то можете умереть. Нет, дело, как в любой другой игре, от того, что бьетесь об... Скажем так, триггер убийства, но когда вот грузится уровень его нет, поэтому и падли так долго. Может быть, когда-нибудь с этим скип найдут. Но не думаю, потому что это прогрузка другого уровня, и пока он не прогрузится, мы не можем поначать. Как Half-Life, то есть уровни разделены на куски, это не один бесшовный мир, а там именно кусочно подгружается, как во втором Half-Life. И вот тот самый уровень. И вот сейчас, так как платформа нас сама забустила, мы очень сильно разгоняемся и пропускаем очень большую часть уровня. Да, это было очень круто. Это было очень круто, это гораздо быстрее, чем простой Bunny Hop, чем Bunny Hop с отталкиванием от стены. Это, на самом деле, одна из самых быстрых точек в игре. Насколько я знаю, фактического ограничения по скорости в игре вообще нет. Да, я говорю, игра любит реально, чтобы вы передвигались быстро. И посмотрите некоторые видосы, как люди проходят при режиме типа захвата флага, как парень просто на помрачительной скорости параной забирает флаг, и он уже на своей точке его ставит. Это, кстати, тот уровень, о котором я говорил в самом начале. Та самая линия сборки, где собирать непонятно что. И надо немножко постражаться с людьми, чтобы доброждаются платформы. Следующий буст с помощью платформы. К сожалению, промахивается раннер. Нужно загружаться с последнего чекпоинта. Стоит немножко объяснить, как работает вообще буст с таких вещей. И вообще что-то в этой игре двигается, у него находится, ну, у этого что-то. Находится очень, да. Это что-то набирает большое количество скорости. Вот. И если мы используем эту скорость, она не просто нас ускоряет, она накладывается на нашу скорость. И, по-моему, в зависимости от объекта, на котором вы двигаетесь, и его размера, по-моему, есть скорость. Я не уверен. Я точно знаю, что именно все труки, которые он делает, могут быть сделаны только на двигающихся предметах. Самое главное, чтобы вы прыгали с этого предмета по направлению его движения. Да, да, да. Вот это очень важно. То есть только так прибавляется скорость. Ну, собственно, основа векторной геометрии. Если прыгнуть в другую сторону, то вектор сложится не полностью, или вообще вычтутся. И ускорения не получится. Чего-то не будет. Кстати, да, если вас смущает то, как он передвигается, допустим, вам кажется, что это дико сложно, на самом деле сама игра очень, скажем так, дружелюбна к новичкам, и передвижение... Вы уже освоите стиль, ну, клевый стиль передвижения, и поэтому, может быть, свой даже, как парируете, где-то за минут, не знаю, 10-15 игры, может быть, даже меньше. Игра очень-очень простая в плане освоения. В плане мастеринга, конечно, ну, как сложная, как любая другая игра, но... как кататься по стенам, быстро прыгать, быстро бегать, и быстро поймёте. Сейчас будет очень сложный прыжок, который нужно делать в ферст-трайм, потому что ближайший чекпоинт был очень давно, и если мы зафейлим, нам придётся бежать очень много заново. Заново. Ещё одна фирменная фишечка Infinity Ward. Левел-дизайн просто превосходен, но вот расстановка чекпоинтов... Да. Я помню, я один раз случайно упал с платформы, или то ли меня убили, ты же с разнохардив играл именно на этом уровне, и мне пришлось потом очень долго кататься снова на этих дурацких платформах. И получается прыжок в ферст-трайм. Забираемся наверх, прыжки. Да, в ферст-трайме очень хорошо. Обычно мы должны ждать платформы, которые мы работали, чтобы поставить нас в правом месте, чтобы двигаться. Но, в самом деле, мы можем просто спамить вперёд здесь, и эти дуги могут быть очень финикой, но мы будем пытаться ладить. Один из, тоже достаточно часто использующихся в игре, способов передвижения, вертикального передвижения, это зажать себя между двумя стенами, и просто наспамить пробел, чтобы каждый раз отталкиваться от стены к стене и подниматься. Как бы смешно ни звучало, но самый простой способ это сделать, и это будет зажрать себя в угол. Это просто великолепно работает везде. Я это ещё сам обнаружил, когда играл, и в углу это просто происходит в поворачивании скорости, просто мешать пробелы. Да, сейчас должна была быть зона, где надо сражаться, но благодаря подсказке от разработчика мы можем проскипать кое-что. И первая, и, по-моему, единственная ОБ за всю игру, вот эти вот одна из, так называемых, сот панелей, хорошо, на этом куполе не светятся, они вообще выглядят отлично от других панелей. Мы можем выбраться сквозь них в ОБ. Вот, соответственно, передвижение в ОБ, по сути, ничем не отличается от передвижения в, в инбаунс, то есть внутри уровня, потому что стены всё ещё стены, и мы всё ещё можем от них отталкиваться. И дальше нас телепортирует прямо к триггеру конца уровня. А финальная часть Into the Abyss, одна из самых сложных чтений. Кстати, если не поднязь меня, тут мы встречаемся, мы пропустили немножко сюжета, самый малый, мы встречаемся с одной из группировок, или всегда одна группировка МСА, это МСА или как она там называется. По-моему, там вторая появляется, в которой... МСА. АМС и конкретное подразделение Альфа Предаторс. Да, Альфа Предаторс. Мне казалось, что есть ещё одна какая-то группа, связанная с роботами, или что-то как-то так, с какими-то андроидами. По-моему, там у них же какие-то внутренние ещё терки и конфликты, из-за которых... Я не хникал. В общем, да, на самом деле, Titanfall 2, это и первая игра в середине Titanfall, которая есть одиночная игра. Первый Titanfall будет чисто онлайн, но мы всей истории рассказывали через онлайн игру, что вышло немножко кривовато. Я так вижу, что респауны очень хотят, на самом деле, делать... Ну, то есть, хотят делать не просто одну игру, а хотят выпустить ещё Titanfall 3, по-любому, потому что... Titanfall 2 заканчивается на Клиффхенгере. Вот. Ну, как на Клиффхенгере, просто видно, что будет продолжение. Вот. Поэтому, если они всё сделают толково, то, может быть, они построят свой Half-Life. Ну, или Call of Duty, не знаю, выбирайте сами. Я не хочу думать, что это будет ещё не Call of Duty, если честно. Call of Duty как что-то плохое, а? А, нет. Просто после ухода Infinity Ward как-то, как говорится, неприятный осадок остался. Ну, это да. Это да. Это да. Это да. Мы снова выходим в ОБ. На этот раз с помощью робота. Ждём перезарядки полёта. И... Нужно очень аккуратно обойти триггер для драки с Ash. Да, триггер для битвы с боссом прямо справа от нас мы его обходим. И мы должны были посмотреть 20-секундный спаун босса, мы не хотим смотреть. И только что вы чуть не сбили в Death Plane, поэтому хорошо, что его не убили. Это был Skip Ash. Хоть это Skip Out за Out of Bounce, он очень точный, он очень сложный. И надо правильно заманеврировать. И теперь мы в Абиссе. Я всегда говорю, что это не настоящий шаг, а мы в Абиссе. Так что это был... Мы в хорошем месте сейчас. Я думаю, это был хороший шаг. И снова читаем донаты. Смотрим кат-сцены. Да. Кстати, был неплохой вообще, на самом деле. Чударам пока идет очень хорошо. Вроде нет ни ошибок, ни челков. Вот. И... Если честно, это почти можно назвать пацифист раном. Если только не пара убийств в этой игре. О, да. Это уровень самый веселый, чтобы проходить казуально. Но это единственное, кстати, место, где есть много-много вопросов к респаун Энтертейменту. И, к слову, зачем вы его добавили, если вы так быстро отбираете все ништяки с него? В общем, вкратце, как видите, с уровнями творится все-таки неладное. Это, оказывается, центр исследований. И в нем интересные ученые исследуют интересные вещи. В данном случае играются со временем. И мы можем получить очень интересное устройство, которое позволит нам, как нам казалось, потом скакать во времени туда-сюда, вау. Но этот уровень, на удивление, очень короткий. Даже в казуальном прохождении. Я не знаю, зачем они, кстати, вообще добавили эту механику с прыжком во времени. Не знаю, зачем они добавили штуку, которую вы подберете, потому что у вас ее все равно потом уберут. Но уровень реально супер короткий, даже для казуального прохождения. Он крутой, но он короткий. Скорее всего, просто тестировали механику. В третьем Titanfall мы увидим гораздо более широкое использование игр со временем. Ну, если они все нормально сделали. Просто игры со временем всегда такая, знаете, questionable... Не знаю, как сказать. Очень скользкая территория. Опасная материя. Ну, не-не, скользкая территория в плане геймдева. Потому что обычно это считается супер ленивым решением разработчиков. Типа, если вы не знаете какую-крутую фишку добавить, добавляя игру со временем, это будет вау. Вот. И в данном случае, я надеюсь, что они не зафейлят, конечно, историю с прыжками во время, потому что потом иначе вылиться диссонанс полный по сюжету и по... Не говорю, что это топовый там сюжет, но тем не менее. Снова смотрим и слушаем кат-сцену. Есть мем, в моем стриме рассказать нам чувак плашпассы комментирует после доната. Да, в общем, я часто ем морковку, и почему-то мой стрим всегда хочет слышать, как я ем морковку, вот, поэтому все лолят на тему, дайте этому человеку морковку, пусть он пожьет ее. Меня зовут Байронд, хотя меня зовут Брайн, зачем вы мимите и ломаете мое имя, для меня загадка. Тем временем мы заканчиваем каст-сцену и возвращаемся к спидрану. Образцовое метание копья от БТ. Называется «Быстрее времени». Итак, мы пересечем сейчас этот мост. Мы будем, в общем, по ходу трогать очень много триггеров. И мы должны быть в определенном месте, определенное время после каждого триггера. Но нам надо сейчас от Граунда сделать так, чтобы мы были немножко не в том месте, где рассчитывает игра. И не получается у нас скип. Пробуем снова с ближайшего чекпоинта. Глашу, мне кажется, с тенью, иначе это за софтлочитесь. Смысл этого скипа в том, что, когда приходит вот это время развалин, вам нужно перепрыгнуть эти балки, чтобы их не обходить. Подсказывает, что Албана вчера активно тренировала, вот он видишь. В общем, в общем, это нормально. В общем, я думаю, что Албана и я теоризовировали примерно 8-10 секунд, если мы сможем уходить. Да, в общем, это просто мудрость. Как вы видите, время тренировывается очень быстро, и мы должны быть осторожными, чтобы не пересекать. Я расскажу о том, что наша самая большая проблема в софтлочице, поэтому мы не хотим бежать слишком быстро, но не хотим бежать медом, потому что это очень сложная зона. Достанем, наконец, Тандерсон и забираем у него девайс для манипуляции временем. Теперь мы можем манипулировать временем, как захотяем сами. Ровно в одном уровне. Да, ровно в одном уровне, к сожалению, но тем не менее. Нет, это реально один из самых крутых уровней, которые делает респаун, но он очень, очень, очень короткий. Типа, респауны, если вы нам тизите и даете нам такую штуку, зачем вы это делаете, зачем вы ее потом отбираете. По сути, вот этот уровень со временем задизайнен как два, идентичных по геометрии, но разных по наполнению уровня. И когда мы переключаем время, мы, по сути, телепортируемся в другой уровень, в другую часть уровня. Кстати, хочу заметить, что не споря, что игра сделана, она доработала в ресурсе, а выглядит игра хорошо. Все там выглядит приятная. Я не вижу смысла гнаться за фотореализмом в таких играх, и если вдруг приятно играть, и при этом найдет супер-супер смуз, и у тебя есть клевый геймплей. И это, кстати, еще раз говорит о том, что пока сурс моешь, все еще многое, и говоришь, что нужны новые движки и так далее, чтобы у всех пекарни горели. Или нет, не надо такого. Следующий донат. Игра, к сожалению, одиночная игра была очень короткая, даже для газуального прохождения, но на удивление. То есть, когда я покупал Titanfall, то я покупал с историей, что поиграй куям онлайн. А потом, когда я начал играть в одиночку, я был приятно удивлен, и это было одно из самых крутых вещей, которые я... Ну, крутых одиночек в шутер, которые я играл. В последний раз я удовольствую от таких шутеров, получаю, по-моему, только в Вольфенштейне. Итак, неплохой скип, точнее, не скип, а неплохой прыжок до платформы. Эта комната называется в спидранническом кругах, адская комната, такая красненькая. Здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не софтлокнуться, потому что в той трубе находятся один, два, несколько триеров, каждый из которых нужно... Через каждый из которых нужно пройти. И если мы пропустим хотя бы один, получаем софтлок. Ничего хорошего из этого не выходит. Сейчас мы здесь покажем самый крутой трюк, но вообще не сохранить времени. О, было близко. Вот, кстати, демонстрация того, как... Опа, нас еще и убили. В общем, это очень наглядно показывает то, как построен уровень. Он даже находится один над другим. И вот сейчас, когда экран слегка сошел с ума, можно заметить, что мы падаем, когда переключаемся на настоящее время, там, где дождь, тисло и титан. И снова привет, Quantum Break. Да, и вот эта секция очень круто выглядит, могу сразу сказать. Просто она очень красивая. Беспауны вообще, молодцы. Я считаю, они стараются... И они доказывают тем, что они, например, бесплатный DLC выпускают. Говорят, мы ничего никогда не будем делать платный DLC. Вот. Визуальный тренет, супер крутой уровень. Я не зря сравнивал с HALO эту игру, даже он в комментариях говорит, что... Когда я играл в эту игру, получал супер крутой удовольствие, последний раз получал, как в HALO, ODST, такое же. Я с ним очень согласен, потому что вот это те такие уникальные игры, которые... вот именно шутеров хочется вот именно играть и в одиночку, в том числе. Надеюсь, что зритель часть они, конечно, и расширят, и сделают поинтереснее. В плане, ну, более обширные, более пробинтые, и как-то вот разберутся уже, что они хотят сделать в своей вселенной. Потому что пока они делают очень большой упор на онлайн, я, конечно, понимаю, что они очень хотят проталкивать историю онлайна, тем не менее. И, блин, сверлят, говорят, боже, что еще у меня не делают. Пока даю вам комментирование, по-моему, что сосед подгадывает время, когда я включаю микрофон. Минус Эльвия. Итак, мы переходим к самой длинной миссии в игре. Тоже достаточно сложной для спидрана. Разделенный, опять же, тоже на несколько частей. И начинаем со скипа диалога. Мы пройдем перед тем, как здесь пройдет наш робот. Дойдем до триггера, до которого мы должны дойти сильно позже. И вернемся назад к своему роботу. Тем самым диспауне практически всех врагов на уровне. В казуальном прохождении это достаточно тяжело, потому что дым, электрический дым, который вы видели, наносит урон, и нужно как можно быстрее выпрыгивать из него. Тем временем находим новый комплект умений для робота. Комплект Ronin, в котором содержится информация о броске вперед. Он говорит, дэш. Только что можно было его видеть. Этот дэш объясняется тем, что мы между измерениями быстрее бежим и появляемся в разных частях измерений. Это объяснение игрой данное. И снова слушаем диалоги. Нам говорят, что капитан Коул козел. Он козел, потому что слишком много говорит. Он проговаривает практически все, что говорит БТ. И у нас есть время для нескольких пожертвований. И, как я понимаю, в этом уровне мы спасаем оставшиеся куски армии. Рабелов. Повстанцев. Называй их как хочешь. Можно видеть, как мы немножечко получаем урана от падения. Но это нас не убивает. Сильнее, правда, не делает. Но не убивает. На том спасибо. Этот уровень любимый у раннера, потому что он самый соревновательный. Тут нету диалогов, нету никаких кат-сцен. И, в общем, по времени соревнуются на этом уровне. И тот, кто быстрее пройдет, тот круче среди спидранеров. Пидран-комьюнити, кто быстрее пройдет, тот круче. Вот двумя словами объяснил. Надо это запомнить. Так или иначе, мы проходим к части уровня, где нужно пострелять. Нужно убить пятерых врагов. И дальше мы можем пройти дальше. Очень важно не попасть на эти платформы. И один из единственных инсентив на Titanfall 2. Не инсентив, бид вор. Давай наставок. Спасти Марвина или убить. Соответственно, Марвина мы спасем. Потому что на это задонатили больше денег. Промахиваемся прыжком. Ну, хотя бы у него был квик-сейв. Допрыгиваем. Забираем. Печальный Марвин. Но лучше печальнее, чем дохуй. Ты перепутал. Там, наоборот, нас собрали на то, чтобы не спасать Мартина. Нет. Там был выбор kill or spare. Соответственно, мы или его спасаем, или убиваем. Спасаем от смерти. От собственной руки. В общем-то. Дальше снова пропускаем достаточно большую часть уровня. Идеальный прыжок с первого раза. Тут из-за ускорения ветра мы набираем скорость. Пытаемся ее не потерять, пока бежим по стенам. В этот момент нельзя было скипнуть, потому что в этой комнате находился триггер, который обязательно задеть. Если мы его не заденем, игра, опять же, софтлокнется. В общем, вроде как разработчики и любят скорости, но ставят триггеры, которые софтлочат игру. Ждем, пока лифт наконец-таки опустится. И, по-моему, сейчас будет еще один очень, очень быстрая часть в игре. Быстрая в плане скорости передвижения человека. Потому что робот нас запустит. Метание копья мы уже видели. Будет метание пилота. Приходит донат на пять тысяч долларов. Мы успеваем быстро запускать движок. И быстро, опять же, оттуда смываемся. Вместе с тем, что они две любимые игры для всех, кто работает здесь. Го-го-го, улучшите эти игры. Любите фангеймера. И с этим, Арксул, когда цель приближается. ЛЗ цель ушла. Подождите, он был в 200 метрах от вас. Он уже в 400 метрах от нас. Мне куда интереснее, что мысли NPC на уровне с переключателем времени. Из ниоткуда появляется чувачок, летит на бешеной скорости и исчезает в никуда. А может, они вообще это не видели? И как с криком, е-е-е-е, реймбл такой пролетает. Просто картина масла. Здесь еще пожертвования зачитывают, потому что очень много пациентов. Оказывается, что мы тут чуть ли не избраны. Готовы спасать мир. Опять же, донатка к выбору Альбино, но мы все знаем, что это будет. Нам единственный крутой трюк во всем районе сейчас нам рассказывает. Это лунные ботиночки. Так что мы уменьшим свою гравитацию на 15%. Это выглядит так, как будто мы на луне. Из-за чего это происходит на фонде? По-моему, из-за того, что мы летим на роботе и где-то выходим, да? Да, там в определенной секции. Выходим об дверь, поэтому игра не успевает. Или решает, что мы все еще в роботе и не переключает гравитацию на 100. Оставляет 80. И вот оно, метание пилота. Нужно очень, очень аккуратно летать по стенам, чтобы не потерять скорость. Иначе софт-лок. Да, тут как бы так робот вас кидает, а вы еще на луне. Удачи. Мы не за-софт-лочились и долетели. Ого, это было так близко. Кстати, одно из тех мест, где я наконец-то понял, что не надо всех убивать. Я просто проходил тур, бегая по нему. Если бы у них не получилось залететь с первого раза, то у них бы отключилась вот эта 15-процентная гравитация, и им бы пришлось проходить все казуально и прыгать по платформе. Да, это один из тех уровней, которые потерпел изменения во время спидранов, ну, точнее, во время маршрутизации и проклада маршрута в этом спидране. Потому что до Монбутов это был один маршрут, после лунных ботинок был другой маршрут. Очень интересно, он менялся. И он просто продолжает все еще меняться. Да, мы бы еще, возможно, я не знаю, я не помню, будлю мы использовали или нет, мы бы использовали, возможно, гравитационные звезды, сюрикены. Вот только что использовали. И мы их использовали для того, чтобы не только взорваться от дно, и также использовать гравитационную механику, которая присутствует в этой игре. Вы можете не только людей притягивать туда, и себя в том числе, мы также использовали орбиту, которая появляется у этой гранаты, потому что она управляет патроны людей, прожектайлы, челкало. Отвечая на вопросы с чата, да, существуют спидраны с условием ноль убийств, называемые пацифист раны. Самый, наверное, популярный пацифист раны, это Undertale пацифист. Да. Не, ну они, наверное, имеют в виду вот именно в этой игре, если... К сожалению, это невозможно, потому что нам надо убивать некоторых боссов. Ну, обычно пацифисты имеют в виду не убивать врагов вообще. По-моему, есть пару зон, где нам надо убить их, и мы не можем часто типа делать. И сейчас мы зайдем в самую большую битву за пилотом. Окей, эти ребята, которые ехали за нами, на самом деле двигаются быстрее, чем мы. Если они вас догоняют, то сбивают вас лучше, и вы умираете. Это просто огромный враг, с большим здоровьем. Записи еще пока нет, они будут после ГДК, но если вам не терпится, вы можете с помощью твича и видеоматериалов посмотреть, но вам придется самим находить игровый тайм-код. Так что советую вам подождать, когда выложите все записи на YouTube, и разделить на игры. Да, BT в этой BT нам будет тоже помогать, он не самый точный парень в мире, но он будет стараться, честно. Очень много используем гранаты. Еще одна фишечка Веста и Зампеллы. ОП гранаты. В мультиплеере они тоже ОП? Ммм, не всегда, там, в том, что взрывные гранаты их можно легко избежать. Заново все используют либо звезды, потому что они могут ваншотить, если прямо вот в человек попадаешь. Но это достаточно сложно. И гравитационные используют для того, чтобы стрелять из-за угла или что-то вроде. На самом деле это очень круто. Мне кажется, ты даже в онлайне используешь эти гравитационные гранаты, чтобы, знаешь, там, ты залезаешь на крышу, там, у тебя отстрелит куча людей, ты даже эту гранату начнешь заворачивать пулю, ну, как-то вниз вот так вот, я не знаю, как объяснить. Кстати говоря, вот то, о чем ты говорил. О прыжках об стены в углах. Очень быстро. Что видели прекрасный образец. Просто зажимаешься в стену и спамяешь прыжок. Продолженствуются в episodio. Битийии. Для самых известных сцен. Ей, большую пальцей fantasy. А, да, кстати, где Битий commercially стоял, он телепортируется в это место, чтобы вас поймали. Наверの 20 лет намного, моя voixиныまだぶит. Некоторые спамы врагов зависят от того, где вы стоите и куда вы смотрите, поэтому это немного рандомно. Он говорит, что раньше мы думали, что это место было рандомно и враги будут рандомными спамить, но если встать в определенное место, то мы можем манипулировать этим. Да, сейчас получили мы самый вебушный баг. Одно из последних оружий, которым мы выбираем, это ранин, который дает вам меч, такой как в самурае, и вы можете почувствовать себя роботом-самураем. Я не знаю, больше о нем этом не может быть в этом кадре и в этом наборе оружия, серьезно. В общем, вы огромный робот с огромным мечом, вы любите других роботов. Быстро перезаряжаемся тем, что меняем боекомплекты, восполняем здоровье. И следующий босс-файт. Это было близко. Если вы не знаете, то когда на вас падает титан, вы ментально умираете, в том числе и в онлайне тоже. Если сверху упадет на тебя титан, и он тебе устроит полный титан-фол. Мы хотим, чтобы враг стал на термите, поэтому мы в определенном способе сгоняем место. Это было хорошая бита с Риктором. Благо, Риктор был дружелюбный с нами. А, да, вот. У титанов есть режим, называется Doom Stated, когда у титанов уже не осталось хп, они на последнем соплях уже держатся, и в этот момент вас могут добить специальное добивание у других титанов. Тут обычно вас и просят сделать это, и это выглядит типа супер красиво, вы можете вытащить чувака, разорвать его на части, пилота там, допустим, либо изрубить, ну, по-разному, зависит от того, как у вас титан. Вот, и Риктор тоже входит в этот режим, но мы не хотим, на самом деле, понятное дело добивание, потому что это занимает время. Иногда Риктор в редких случаях, если вы нанесете ему очень много урона, хоть не просто в Doom Stated, он просто пропускает его, и сразу же начинает, активирует реактор для взрыва. Вот. Кстати, я не помню, о чем работает титанов, я помню, на атомных реакторах, да? На батареях, которых собирали вначале, а какие там внутри этих батарей? Не, батареи — это топливо, а реакторы — это что-то другое там у них. Конечно, у нас добавились две новые цели для пожертвований, это рампа Dark Souls, которая будет после Dark Souls 3, и рампа Breath of the Wild, которая будет почти в Санкация после Majora's Mask. Напинаю, что, да, и так же, потому что сейчас будет Diablo 2, сейчас будет Dark Souls 3, и мы будем помнить. О, мне дали, кстати, морковки, я хочу сказать. Чуваку дали морковки. Там было пожертвование на тему дать этому мужику морковок, и мы реально дали морковки. Он говорит, я не могу разговаривать, я слишком люблю морковки. Встречаем АСМР во время Titanfall 2, как вам жуют на оку и морковку. Я не могу жевать, я должен комментировать. Нет, я не могу говорить. Да, это Трайл Бай Файер, одна из самых последних миссий. Это одно большое эпичное сражение Титанов против Титанов. И, типа, он должен показать тебе, насколько все эпично и так далее. Самое главное, что мы в этой миссии будем делать, это мы будем пытаться двигаться вперед и делать так, чтобы за нами двигались наши неописи. Да, а миссия очень сложная, потому что нам надо убить определенное количество врагов. Все стреляется, взрывается. Война. Диддэй для Титанов. Продвигаемся потихоньку вперед. Сражаем часть летящих нас в снарядах мечом. Привет, Генджи. И переходим на стрельбу. Начинаем то самое убийство врагов. Снова быстро меняем лавадауты, чтобы сразу перезарядиться. Я не рассказываю о том, что у каждого Титана есть способность ядра. То есть, зависит от... Ну, Грури, считайте, как ульта персонажа... Ой, не ульта, специальная способность у персонажа в Гравер-Врач. Вот, но зависит от того, какое ядро вы сейчас экипируете, у вас есть раз способность в онлайне, у вас просто есть один Титан с одной способностью. Вот, и мы чаще всего будем использовать Напалм... Ой, Термит. Когда мы бьем двумя руками в землю, это способность скорча, и все пролипит... Ну, то есть, вы создаете такую... Ковер из этого термида, который дамажит все, что на него стоит. Продолжаем убивать, у нас остается очень мало здоровья, нужно играть очень аккуратно. Не понравилось, как только сказали, что Сара руинит уровень, потому что она... Все в неписи рандомные. Потому что, ну, то есть, типа, они видят врага, они как сморки. Вижу лицо, бегу к лицу, но... Так как они не заложены, что уворачиваясь и убегая иногда, Сара может иногда переагривать врагов, но надо, чтобы они все стали в одном месте, чтобы они все задевались термитом. О, вау, как дела, парни? Видите, мне уже появились парни. Друга должно быть достаточно, по-моему. Сара так вонючная, чувак. Мы не любим Сара. Брутман, чтобы удалить мою флэмпорту, смотрит. Да. И самое интересное, что в мультиплеер-патче, они редуслили уровень, в котором вы создаете титаны. Но в мультиплеере они не дадут свой патч, где вы... Они очень, короче, понизили скорость, когда вы набираете... Как вы набираете суперспособность, способности бедра. Но они убрали эту штуку в синглплеере, потому что иначе этот тур не становился очень сложным. Да, мы теперь будем использовать способность Ронина. Это с World Core Ability. Вкратце ты, Рьюга, в атаке как Кура или как там он нарёт. Вот. Потому что мы вытаскиваем меч и идём с этой шашкой на гало против всех стреляющих роботов в мире. Ну, на самом деле мы просто бегаем быстрее в этом режиме. В качестве вкусного бонуса у нас практически бесконечное ускорение. То есть вот эти вот две полоски ускорения становятся жёлтыми, восстанавливаются очень быстро, поэтому мы можем прибегаться, естественно, очень быстро. Робот ещё периодически говорит о нейт-хилинг, всё верно. Особенно, когда им очень больно. И прибегает какой-нибудь пилот, вставляет у вас батарейку. И потом ругается на немецком и убегает. Комментатор сейчас говорит, что если вы найдете способ, как заскипать это место с Сарой, чтобы не дожидаться этой самой Сары, как нам добраться до загрузочного триггера, тогда я вам заплачу 20 долларов через PayPal. И да, кстати, каждый раз, наверное, мы... Веда в том, что если забыть Сара, то игра за софт-площадься. Ну да. То есть надо сделать так, чтобы Сара телепортнул туда. В общем, сейчас мы... Наверное, мы об этом не говорили, почему мы подбираем оружие, в основном, в воздухе, прыгая там или ещё как-нибудь, каким-то интересным способом. Обычно, когда вы подбираете оружие, но он Титан, он его рассматривает, типа, с интересом, ууу, что я подобрал и так далее. И тогда просто приходите сюда и закончите его. И тогда мы дали Сарой Корраган. Да. И мы получили огромный демаж-буст! Найд! Демаж-буст! И эти реперы могут быть настоящим, потому что иногда они решат, чтобы полностью заблокировать свой путь и просто уничтожить свой фейс-дэш. Найд! У нас есть время прочитать один донат. Я тогда пока отвечу на вопросы с чата. Настройки игры сами по себе не меняются. То есть игра как есть. Единственное, что разрешено, это поменять чувствительность мыши, раскладку клавиатуры. В общем, стандартные вещи. В играх, где это на что-то влияет, понятно, это уже давно найдено, и все используют нужную настройку. Набор скорости обеспечивается с помощью механик, которые есть в самой игре. То есть, например, тот факт, что при отталкивании от стены мы будем двигаться на условно 120% скорости. Простой объект 100%. Так, мы приближаемся к следующему босс-файту. Следующий босс-файт мы также скипнем. Вайпер идеальный просто враг и идеальный злодей, потому что он выглядит круто. Он делает какие-то невероятные мувы. То есть он отличная помесь крутого и злого. Да, я хочу именно это сказать. Путь от анфола достаточно хорошей фол. Финти и Уор учатся на своих ошибках в Modern Warfare 2 фол, по-моему. То ли 65, то ли 70, это выглядит просто ужасно. Спидранить это еще хуже. Но не о том. Не дотягиваем до корабля. Сейчас один из... тоже достаточно сложный скип. Пускает большую часть, на которую мы подлетаем к кораблю на своей платформе. Нам нужно допрыгнуть до истребителя. И перелететь сразу на корабль, который мы видим. Чуть правее прицел. И сложность этого прыжка заключается в том, что нужно не только прыгнуть в последний момент, но еще и подобрать нужный угол. Как видите, да, разительно отличается дальность прыжка, в зависимости от того, как вы прыгнете. Вот мы наконец-то до него допрыгиваем. Дальше. Все-таки запрыгиваем, все-таки запрыгиваем на корабль с истребителя. Не нужно ждать, пока истребитель подлетит к кораблю. Так называемый скип 6-4. Вот и два таких вот сложнейших прыжковых скипа. Один сразу за другим. Делает этот уровень одним из самых нелюбимых у спидранеров. Если мы достаточно быстры, то игра задиспавнит врагов впереди. Разве не сзади? Там они же должны запавниться на каждой платформе. Да, они спавнятся на каждой платформе. Они уже заспавнились, но если мы достаточно быстры, то убийство врагов только на последней платформе задиспавнит всех остальных. И игра решит, что мы расчистили все три пушки. Если вы стоите рядом со стеной, в этом уровне, очень близко, вы можете просто заклипаться. И они рассказывают о том, что в этой игре стены смерти очень высоко, и тут надо использовать двойный прыжок. Как в Halo, тут есть таймер падения. Если ты падаешь слишком долго, то игра вас убивает. Типа, ну в общем, ты не там, где надо умирать. Это рум-клиер, и тут надо убить определенных количеств врагов. Там эти пары сочетаемые, мы оставляем на них две огненные звездочки. Два будет сталкера, надо принести, по-моему, одного. Очень близки к смерти. Да, мы вообще особо не представили сейчас, вообще, с кем мы воюем. Ой, точнее, кто в нашей команде? Знаю, у нас есть команда элитных пилотов, которые воюют за то, во что они верят. То есть, грубо говоря, почти как наемники, но нет. Наемники, воюющие за идею. Какая ирония. Да, это такой еще один момент, где вам дают почувствовать себя одним из героев. Ну, хотя вы главный герой игры, тут такие, скажем так, когда вам представляют этих парней, а они прям в самом конце появляются, показывают как суперкрутых боевых ветеранов. Представьте, что вот вы мастер-чиф, вы встречаетесь с другими спартанцами, и оказывается, вы такой самый зеленый новичок из всех. Вот, и они там такие батьки уже. Да, кстати, по поводу хакинга в этой игре, вот эта вещь, которую я не очень понял. В общем, все тут хакается с помощью ножа. Если не знаешь, как хакать, вставь нож, он сам все хакнет. В данном случае мы хакнули корабль так круто, что мы теперь можем его управлять, как джойстиком. Не спрашивайте, я не понял, сам. Почему нож тут, это как местная ключ-карта работает? Я так понимаю, что когда мы их протыкаем у людей, мы их тоже хакаем и не убиваем. Мы снова возвращаемся к нашему Титану. Снова появляется Вайпер. Вкратце, Вайпер читак онлайна, потому что бесконечно летать можно только с читами. Один из самых сложных боссфайтов в игре, если не самый сложный. Я на этом боссфайте умер. Это, кстати, было глупо. Я не знаю, что это сражение было не очень сложное, но вот этот босс меня вынес. Он местный снайпер, и если он боссит, у вас падает, будет очень больно. И, кстати, мы только что выкинули Титана с ударов кулака, с корабля, и коммендатор говорит сзади, что он даже не знал, что так можно делать. Вот так, это должно быть хорошо. Хорошо, так, Вайпер может... Да, Вайпер просто мгновенно. Да, я просто перейду к экспедитору, потому что это хитскан-вескан. Ну, даже стрелок, комментатор, если не причислил. Раннер говорит, что Титана с Вайпером одна из самых сложных во всей игре. Когда Вайпер к вам подлетает, у вас почему-то появляется заново все оружие, все патроны. Я просто хочу сказать, что мы не хотим полосить на этом игре. Этот файт вот здесь очень хорошо хореографированный, я думаю, что он выглядит очень больно. Он просто рипит его рукой. И, как Вайпер, это очень полезный файт. Вы видите, как Вайпер отрывает руку Битти, и... Тут мы должны очень сильно расстроиться, потому что во время, как вы так привыкаете к Битти, это становится вашим бро. Вот, и... Вы должны страдать. Очередная консцена, очередной диалог. У нас есть время для пожертвований. У нас есть время для пожертвований. Спасибо! Битти. 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 Были что-то. Субтитры делал DimaTorzok 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 итак мы вернулись это был небольшая рекламная пауза вот и теперь мы расскажем об одном из наших партнеров первых партнеров которые из обратили нас внимание очень сразу ду 1 м сайторе топ компьютер в первую очередь скажем вам топ компьютер и они с нами с гдк они тогда пробовали воду никогда не участвует таких мероприятиях и просто нам предоставили два кресла и сказали давайте попробуем сам сотрудничать так понравилось что они решили посотрудничать и в этот раз тоже с нами поэтому скажу кто же не такие топ компьютер так огромный ассортимент геймерских товаров интернет-магазине и что важно по низким ценами с доставкой по россии и прямо сейчас надеются скидки на геймерские кресла по промо-коду аллигатор вот так вот промо-код они сами придумали и также те кресла которую видим самом начале марафона такое белое и черное кресло dx racers а вы можете привести их с 30 процентной скидкой так что мы специально до вас посидели на них как можно меньше и сразу вернули их